Вот такое у нас патриотическое воспитание. Плевать на здоровье, на карантин, на меры предосторожности. Молодежный военный спортивный центр вывел еле одетых подростков на строевые учения. Нарушил тем самым указ губернатора в части приостановки массовых мероприятий. Случайный прохожий не зря возмущается. Что, настолько патриоты, что даже не скажете, в какой школе? Готовы сдохнуть, что ли? От простуды? От коронавируса, может быть? Игнорируют указ губернатора и в этом цветочном магазине. Говорят, букеты отдают только дистанционно. Такая форма торговли разрешена, но по факту купить цветы можно и без доставки. Нам важно, чтобы отправить цветы, чтобы их раскупили, и все, и закрываться придется. Работают мебельная ярмарка в торговом центре «Микс Макс», магазин «Вираж на космосе», многочисленные пивточки, магазин «Виноград на Маркса». Нам сказали, что мы работаем в обычном режиме, мы работаем в обычном режиме. Нам объяснили, как им нужно средства дезинфекции проводить, как нужно себя вести. Мы повешили объявление, что более одного человека мы не пускаем в магазин. Работает и магазин «Эльдорадо». Двери открыты, клиенты приходят. Отличие от прежнего режима – покупатели не пускают в торговый зал посмотреть на товар. Мы работаем как пункт выдачи заказов. То есть люди оформляют дома, сидя у компьютеров, интернет-заказ, приходят сюда, просто его получают самостоятельно. Крупные предприятия тоже работают. Завод холодильников «Бирюса» сегодня вывел людей, в том числе пенсионного возраста, в цеха. Работники выходят, потому что боятся потерять заработок. Родственники заводчан жалуются на условиях анонимности. Смертность людей, которым более 60 лет, она значительно лучше, а сумма им под 70. Ну, конечно, я переживаю. Ну, надо им работать, пусть работают, ну, хотя бы пусть пенсионеров отпустят. Там, ну, зарплаты на самом деле смешные. И отпустить людей на неделю, вот на этом, и оплатить им зарплату, это вот, ну, для Красноярского завода холодильников, это не очень большие затраты. Мизерные, я бы сказал. В редакцию новостей ТВК поступают сотни жалоб на работодателей. Они нарушают режим и не обеспечивают людей средствами защиты. На предприятие отправляют на видосмотр. Плановый, ежегодный. Нас отправляют на работу, мы не против. Но ехать через весь город на осмотр, это заразно. Не хотим подвергать себя лишней опасности. Что делать? Мой молодой человек работает в Росгвардии. Патрулирует территорию БСМП Октябрьский район. Ребятам не выдают ни антисептик, ни маски. На карантин их точно не отпустят. Вопрос к правительству. Почему вы подвергаете опасности тех, кто в первую очередь нуждается в защите? Вы не только их подвергаете опасности, но и их семьи. А могу я новости к себе в аптеку пригласить? Я стою вообще без средств защиты 12 часов почти всю неделю. Через меня проходят 200 больных человек в смену. Одинаковый вопрос у многих. Где маски? У меня дома 4-летний ребенок на карантине и бабушка. Формально людей переводят на удаленку. По факту обязали на рабочем месте быть и молчать под страхом увольнения. Температуру у них никто не проверяет. Люди боятся за свое здоровье. Они вынуждены добираться до работы общественным транспортом. Но потерять работу боятся не меньше. Подскажите, пожалуйста, куда можно сообщить об этих нарушениях? В таких случаях стоит обращаться в прокуратуру, трудовую инспекцию и полицию. Нужно понимать, если предприятия не закроются добровольно, хуже будет всем. Режим в Красноярске могут ужесточить. Тогда не то, что на работу. Из дома выйти не дадут. Виталий Поляков, Николай Чистяков. Новости ТВК.